Девушки отдыхают Девушки отдыхают Оружие по-американски Добро пожаловать в красочный Колорадо Что мы здесь делаем? Сюрприз, Боб? Сегодня у Боба день рождения И есть оружие, с которого он всегда хотел пострелять Оно очень редкое и старое Вы видите его в кино и по телевизору Мы решили, что это хороший повод привести тебя, чтобы ты пострелял Надо же! Да, из пулемета Гатлинга Ну как? Доктор Ричард Гатлинг, донтист, изобрел эту штуку, чтобы положить конец всем воинам Забавно, правда? Да Первое скорострельное оружие 600-700 выстрелов в минуту Потрясающе! Поскольку у тебя день рождения, там несколько свечей Видишь открытку? Она поздравительная? Это поздравление с днём рождения Чудесно, спасибо Мы хотим, чтобы третий свечи погасил Здорово Поберегись! Готов? Да Это оружие – настоящий сюрприз Лучше подарка не предупрежешь Ну как? Спасибо Спасибо Может, нам послать тебя в оружейную школу в Тринидаде? Бывал там? Нет Как поживаете? Неплохо, а вы? Тоже Слушаем вас Меня зовут Джейсон Рич Уайт, мой сын Курт Очень приятно Меня зовут Джейсон Хасс Я принёс свой пистолет-пулемёт Томпсона Нужно его модифицировать Как именно? Вы просто стреляете или… Участвую в соревнованиях Каких именно? По ковбойской стрельбе Мы надеваем костюмы 20-30-х годов и стреляем Это как бы в гангстерском или ковбойском духе, да? Точно Эта ассоциация возрождает славные деньки Аль Капоне, Джона Диллинджера У нас соответствующая одежда, оружие, и мы соревнуемся в стрельбе В общем, очень весело Чего бы вы хотели? Прикладли на вас Так Может, его немного укоротить? Легко Немного улучшить? Спусковой механизм Хорошо Укоротить ствол? Вы хотите, чтобы это было особое оружие или просто улучшить? Улучшить, но если у вас есть предложение, то пожалуйста Что если полностью переделать ресивер? Сделать его из гораздо более легкого и прочного материала? Металла Например, такого как титан Уменьшить вес было бы хорошо Меня поразило, что Курту пришла в голову идея ресивера из титана, чтобы сделать оружие легче и удобнее Я горд Вам будет проще им пользоваться, но это дорого Сколько? 14 тысяч Можно купить еще один Томмиган? Я рассчитывал тысяч на 10 Я не могу сделать это за 10 Просто вы могли бы предложить еще что-нибудь То, что придало бы этой затее привлекательность Как вам такое предложение? Мы возьмем обычный Томмиган, футляр для скрипки и сделаем так, что вы сможете стрелять из этого футляра Это было бы здорово То есть теперь вы готовы пойти на эти условия? Что если 12? А если 12 500? Я могу все украсить, сделать гравировочку 12 500 по рукам Хорошо Хорошо Спасибо, Джейсон, все будет хорошо Вы останетесь довольны Встретимся там, все оформим Я сделал для тебя еще 500 долларов Я бы и не согласился на 12 Он бы и не дал больше Он бы и 13 дал Да нет Я готов съесть свою обувь, чтобы доказать Понятно Что значит понятно? Ты сегодня хорошо поел Ладно Вот какое дело Очередной проект для дымящего со ствола Большой злой Томмиган Все знают, что это Ты смотри Его владелец Джейсон участвует в соревнованиях Он хочет, чтобы немного укоротили приклад Срезать часть приклада несложно Но может мы что-нибудь придумаем, чтобы он мог поднимать Томмиган немного быстрее Он хочет укоротить ствол, и ему нужно, чтобы вес был меньше Тогда он бы действовал быстрее Работы, в общем, много Я жду очередного сюрприза Мы сделаем верхний ресивер из титана Титана? Боже Ладно Конечно Почему нет? Из титана? Из титана Ты хочешь, чтобы мы сделали это из титана? Да Нужен большой кусок титана и особые инструменты Потребуется, но это его проблема Ты прав Прозвучало как комплимент Они с Джо объединят свои усилия, у них все получится Вот что мы должны сделать Оружие должно стать легче, чтобы заказчик мог быстрее и энергичнее действовать Он очень этого хочет Когда мы все закончим, Курт сделает гравировку На титане? Он не знает Он купил заказчика этим титаном Сказал, что сделает гравировку Вряд ли он понимает, как это сложно Он сломает резец У него будет время на гравировку Он сломает несколько резцов, но ничего ему не говори Пусть помается Ладно? В интересах Джейсона как участника соревнований Мы должны сделать этот Tommy Gun быстрее и маневрее Сначала мы вырежем из бруса титана новый ресивер Это вдвое уменьшит вес оружия Потом мы сделаем приклад короче и удобнее, чтобы оружие было легче пускать в ход Ствол станет короче на несколько сантиметров И это тоже поможет Джейсону решать проблемы конкуренции Наконец мы сделаем так, чтобы спусковой механизм работал плавнее Джейсон сможет энергичнее расправляться с бутлегерами Так, все понял? Да Пока Как поживаете? Отлично, я Генри Дорман, Рич Уайт Очень приятно Очень приятно Очень приятно, Боб Вашим услугам У меня здесь два вида оружия, которые я хочу обменять Отлично Я охочусь на крупного зверя Люблю охотиться на оленя, лося Хочу начать охотиться на американского лося Это Уэзербе Марк 33-78 Отличное оружие Но мне нужно что-нибудь побольше Я охочусь на крупного зверя с 14 лет Обожаю охотиться на оленя и лося Это моя страсть И другое оружие, которое я хочу обменять Магнум 44 С отличным футляром Хочу модернизировать Мой Уэзербе стреляет на 700 метров Если бы я смог стрелять из него на 1000 метров, это было бы замечательно Я рассчитывал на 50-й калибр Немногие охотятся с 50-м калибром Генри хочет охотиться с 50-м калибром Это должно быть что-то дальнобойное, стреляющее мощными патронами Только крупный парень будет ходить по лесу с 50-м калибром Поэтому я пришел к вам Ну что ж Мне нужен 50-й калибр, но легкий Насколько легкий? А сколько они весят? 20 килограммов? 25? Что-то вроде того Я хочу, чтобы весил 10 Это сложная задача Довести вес такого оружия до 10 килограммов весьма непросто Нужно найти легкие материалы, а потом нужно как-то решить проблему отдачи Методом проб и ошибок Нам придется иметь дело со стволом и дульным тормозом из углеродного волокна, особой оптикой Вообще речь идет о 10 тысячах Я предполагал, что сумма будет от 8 до 10 Так что вы решили? У вас Уэзербе и Смит, и Уэсс Магнум За Уэзербе я рассчитываю получить 2 тысячи За Магнум 44 я хочу получить 1 тысячу 200 То есть вы хотите 3 200? Я пойду на что угодно ради того, чтобы эта сделка состоялась Но все же есть предел Я даю 2500 за ваше оружие, с учетом 50-го калибра, который будет сделан В общем, ни на пене больше Это максимум 2500? То есть я лишаюсь 7500 Мне не следует этого делать Но я это сделаю Вы не пожалеете, спасибо Боб, нужно все оформить Хорошо Я с радостью поработаю над этим оружием Вы будете довольны Замечательно Просто не верится, что у меня будет легкий 50-й калибр, с которым я смогу охотиться Поскорей бы Спасибо вам Вот приклад Сейчас мы с Гэри начнем работать над регулируемым прикладом для Томми Если мы сможем модифицировать то, что имеем, это будет намного быстрее, чем начать с нуля Да Этот регулируемый приклад сделает стрельбу с Томми удобной Чтобы сделать приклад регулируемым, я должен взять держатель и сделать несколько квадратных выемок Теперь мне нужно сделать защелку и пусковую кнопку Она позволит прикладу высвобождаться и переходить в другое положение Есть Спасибо Толстяк Что? Рич дал мне этот ствол Это ствол для нашего легкого 50-го калибра Этот ствол из углеродного волокна для нашего 50-го калибра доставили сегодня Наш клиент хочет уменьшить вес ружья, чтобы им было легче пользоваться Рич велел напомнить тебе, что этот ствол стоит 4 тысячи Вот так Еще он добавил Скажи Скотту, чтобы не запорол Я этого не делаю Моя задача – нарезать резьбу на стволе для нашего 50-го калибра Сложность в том, что этот легкий 50-й калибр должен весить меньше 10 килограммов Подойдет только углеволокно Красивый Джон! Да? У нас проблемка В чем дело? Твой ствол не входит в токарный станок Что? Только так, не дальше Будь это стальной ствол, я бы поставил люнет и спокойно работал Но углеродное волокно можно загубить Не вздумай его загубить Да ты что! Спасибо, капитан Очевидность Поставь его по центру и нарезай резьбу так Нет, по-другому Поскольку ствол слишком большого диаметра для нашего станка Я обращусь к моему знакомому Лену У него станок гораздо больше Поработаем там Рад тебя видеть, Скотт Я тоже Сейчас мне больше всего тревожит, что я не могу зажать ствол Углеродное волокно может смяться Но если ствол будет недостаточно зажат, я не смогу правильно сделать резьбу Резьба на стволе очень важная штука Мы нарезаем ее на стволе, чтобы потом его можно было привинтить Черт Черт Ствол погнулся и все пошло наперекосяк Не сработает Как только я увидел, что резьба идет в кривь и в кость, я понял, что я запорол ствол стоимостью 4000 долларов Я не решусь сказать об этом речу Далее Утомы вещи, которые редко имеешь возможность купить Готовы? Посмотрим Так Невероятно Оружие по-американски Оружие по-американски Я нарезаю резьбу на стволе для легкого 50-го калибра Черт Черт Я только что загубил ствол стоимостью 4000 Черт Не переборщи, работай осторожно Да-да, нет проблем Ну что, сделал? Возникла проблемка Проблема? Это плохо, если речь идет о стволе стоимостью 4000 Поэтому я и остановился Черт Возьми, эта резьба просто ужасна Я знаю, я не смог толком зажать ствол, ведь это углеродное волокно, его начало крутить в патроне Тяжелый случай Даже не знаю, что сказать То, что ты сделал, рассчитано на металл, а не на углеродное волокно Это все равно, что зажать в патроне папье-маше и считать, что это сталь Сейчас нужно узнать, сможем ли мы заказать клуб с таким же шагом резьбы и нарезать резьбу клубом Это единственный выход Клуб сможет идти по резьбе на стволе и выправлять ее Если ты снова используешь станок, ты можешь окончательно загубить всю резьбу, она пойдет не там, где нужно Но сначала посоветуйся-ка ты еще с кем-нибудь Мы все здесь Я сказал Джону, в чем проблема, поэтому мы решили найти другое место А я сказал тебе, поставь ствол по центру на станке, а ты нет, не надо Не стоит возмущаться Успокоились все Да нет, я... Да все равно Не все равно, Скотт, не все равно Это проблема, и главная проблема не ствол, и не то, как это делалось Проблема... Я не помню нашего разговора Ты просто не обращал на него внимания И не слушал Суть в том, что ты отказываешься выслушать чужое мнение Разве можно не обращать внимания на то, что тебе говорят люди? Ну да, пожалуй, я... Нет, скажи мне, что ты об этом думаешь Речь сейчас Я не знаю Не знает он Ладно, у нас есть решение Но у нас нет решения этой проблемы Мы должны работать как семья Нам не обязательно любить друг друга Но мы все равно остаемся семьей, ведь так? Надо уметь уживаться Молодец, надо уметь уживаться Ну что ж, всем большое спасибо Привет, Пейдж, поможешь с одним делом? А в чем дело? Мне нужен клуб для резьбы на 50-м Это ведь очень дорогой ствол, да? Да Мы пытались нарезать резьбу, но не могли как следует зажать ствол Теперь нужно исправлять Хорошо, нет проблем Спасибо Титан Надо же, невесомый Он для ресивера нашего Томми Ганна И он сделает общий вес оружия в два раза меньше Поскольку Титан намного тверже стали Для того, чтобы на ресивере сделать все эти сложные выемки Необходимы особые инструменты Титан прекрасен тем, что он в два раза легче стали Но при этом прочнее и не подвергается коррозии У Джейсона на соревнованиях будет преимущество Он такой легкий и блестящий Невероятно Он меня радует Скотт поручил мне найти клуб, чтобы сделать резьбу на стволе нашего легкого 50-го калибра Остается надеяться, что я найду необходимый клуб Привет Как дела? Отлично Надеюсь, ты мне поможешь Мне нужен клуб, чтобы нарезать резьбу на легком стволе из углеродного волокна К сожалению, один из наших оружейников запорол резьбу Я принесла Т-ручку Т-ручка – это устройство, которое удерживает клуб на месте Вот клуб, который подойдет к этому держателю Вот он Отлично Я работаю над прикладом нашего легкого ружья 50-го калибра Вместе наш ствол, приклад и ресивер должны весить меньше 10 килограммов Поэтому наш клиент сможет спокойно охотиться с ним Сейчас я вырезаю желоб для нашего ствола из углеродного волокна Вместо дерева я использую для приклада легкий материал Теперь у меня есть ресивер для Томми Я могу собрать основные части оружия Читаешь что-то серьезное? Здорово Что это? Оружие для чайников Я прочел эту книгу на первом курсе оружейной школы Видишь? Этап 10 Подвиньте поршень по направлению к задней части Вот так Иди отсюда Иди отсюда Человек, который ведет себя так, как будто изобрел оружейное дело Пользуется такими дешевыми брошюрами Просто смешно Шутки в сторону Когда будешь резать ствол Мы не будем резать ствол Что? Мы не будем резать ствол Почему? Потому что если сделать ствол на 5 сантиметров короче Скорость пули снизится А это оружие для соревнований Необходимо все предусмотреть Но клиент хотел, чтобы ствол был 35 сантиметров Клиент хотел, чтобы оружие годилось до соревнований Значит так У нас есть хронограф Мы его установим Проверим ствол 35 сантиметров Потом отрежем 5 сантиметров И проверим ствол 30 сантиметров Увидим, что получится Я не стану отстаивать свою правоту Я просто устрою проверку Которая докажет Скотту, что он не прав Хорошо Сегодня важный день Мы с Джоном в поле с Томми Ганом Мы устроим тест на скорость пули И посмотрим, кто прав Я говорю, что при более длинном стволе Пуля летит быстрее Джон говорит, что пуля быстрее Если ствол короче Сначала мы будем стрелять сквозь хронограф Из ствола в 35 сантиметров Вот как работает хронограф Есть два датчика, между которыми 30 сантиметров Они измеряют время, за которое пуля доходит От первого датчика до второго И переводят эти данные в скорость пули Я убежден, что Скотт ошибается Потом мы обрежем ствол на 5 сантиметров И его длина будет 30 сантиметров Думаю, пуля будет лететь со словами Джон прав, Джон прав, Джон прав Заказчику нужна более высокая скорость Ствол длиной 35 сантиметров Придаст пули более высокую скорость Так, давай Твой ствол 35 сантиметров Поехали 802,8 802,8 Стандартная пуля пролетает за секунду 300 метров Ты со своим стволом потерял 30 метров Джон Ладно, молоть языком Режь ствол и положи деньги под язык Хватит болтать Попробуем Я знаю, что при более коротком стволе Поле полетит быстрее Если я ошибаюсь, значит я ошибаюсь Режь аккуратнее Хорошо Так, Скотт Готовься к рыданиям Поберегись Далее 60 тысяч Думаете, я поверю, что это все, на что вы способны? Так За дела Устроим музыку Да Оружие по-американски Оружие по-американски Так, Скотт Готовься к рыданиям Сегодня важный день Мы с Джоном в поле с Томми Ганом Мы устроим тест на скорость пули И посмотрим, кто прав Я говорю, что при более длинном стволе Пуля летит быстрее Джон говорит, что пуля летит быстрее Если ствол короче Поберегись Видел? 853 Я сходу признаюсь, что не силен в математике Но я твердо знаю, что 853 больше, чем 802,8 То есть, моя взяла? Я выиграл Это несущественная разница Несущественная? 5 метров в секунду? Это ничто Ничто? Ничто Позволь задать тебе вопрос Это быстрее? Быстрее, но... Рыдай 853 Большое спасибо Спасибо Я направляюсь к Томми Нэш Судя по его словам, у него коллекция редких ружей и винтовок Если они действительно редкие, я должен их заполучить У меня в дымящем со стволе много клиентов, которых заинтересуют такие вещи Вот это дом! Невероятно! Знаете, что означает такой большой дом? Крутое оружие! Здравствуйте! Рич Уайт из дымящего со ствола Том Нэш! Очень приятно, Том! Пойдемте! Спасибо, что пригласили! Сегодня я позвонил Ричу Уайту, потому что хочу продать несколько ружей Мне нужны деньги для расширения винного погреба в моем доме Итак, Рич, я приготовил для вас свое оружие Опустошил пару сейфов Долгое время я охотился У меня есть самое первое оружие, с которым я охотился И большая часть оружия охотничья Если оружие мне нравится, я его покупаю Очень красивое, высший класс Это Холланд энд Холланд? Это он Не часто увидишь в коллекциях Холланд энд Холланд? Здесь медное кольцо? Да, это Беретта Уайтоникс Это Дагс Санлимитед, 20-го калибра Рядом 12-го калибра Новый из них ни разу не стреляли Это Браунинг 85, юбилейный Ну, да Ни разу не стреляли Это Крикхоф К-20 Красивое дерево Красивое Том продает 10 винтовок оружия Это потрясающая коллекция У него есть вещи, которые мало где купишь Если я смогу их заполучить, мы сделаем небольшую прибыль Сможем ее получить Я в восторге от вашей коллекции Это прекрасно Эти вещи очень пригодились бы нам Может, мы немного постреляем? Хорошо Брайан! Что? Я разобрал спусковой механизм Томпсона Неси сюда, посмотрим Хорошо Мы делаем Томми Ганн для нашего участника соревнований Джейсона Чтобы он почаще побеждал Мы хотим перебрать и почистить детали спускового механизма Чтобы он стал легче, быстрее и мягче В идеале, когда мы его соберем, у Джейсона должен быть легкий, аккуратный спусковой крючок И более быстрый, но упругий Взводиться будет быстрее Да Если я сделаю это не так, он нажмет на спусковой крючок И он просто умчится вместе с ним Если все нормально, он будет стрелять и стрелять, пока магазин не опустеет Поможешь? С радостью Привет, Скотт Привет, Пейси Прошу полтора на двенадцать Ладно Да, то, что нужно Смотри, не наломай дров Спасибо, Пейси Удачи Клуб – это инструмент, который набивает всю резьбу разом А не по одному витку за раз, как это делают на токарном станке Это явно спасет меня, потому что на стволе осталось достаточно пространства Должно сработать Великолепно Готовы проверить, как мы с Гэри потрудились над этим спусковым крючком? Эта работа закончена Пора посмотреть, как действует этот Томми Ган То, что сейчас перед нами, более быстрый, легкий, упругий крючок Думаю, я этого добился Но есть только один способ узнать Это особый спортивный спусковой крючок Вот так Блеск Если ты все сделал правильно, то стало лучше А если что-то не так, что будет тогда? Честно говоря, если я ошибся, я превратил эту штуку в опасное, возможно, даже разрушительное устройство Может произойти следующее Я нажму на спусковой крючок, а он начнет убегать Возможно, вскарабкается на холм и побежит Три, два, один Боже, Господи, Иисусе Это непорядок Подожди Давай Опустоши магазин Вот тяна Все пошло по самому худшему сценарию Томми Ган перешел на автоматику Буквально уничтожил боек взрывателей и магазин Счастье, что никто не пострадал Думаю, ты что-то не так сделал с разъединителем Он просто щелкал и щелкал Я перестарался с чисткой и снял слишком много материала с разъединителя Разъединитель перестал действовать и вместо того, чтобы возвращать спусковой крючок в исходное положение, он перевел все на полную автоматику Боек взрывателя просто разнесло Да Выбрасыватель погнут Где магазин? Его наверняка тоже погнуло Часть магазина просто оторвало Боже, правый Все разнесло Это будет стоить денег А я знал, что это произойдет Когда отрезкается затвор, это все равно, что взрывается двигатель в автомобиле Осталось рама и корпус, для которого нужны новые части Это отбросило нас назад Вернемся, все закажем и начнем что-нибудь делать Хорошо Моя гордость слегка уязвлена Пошли отсюда Да, Том, я волнуюсь У вас здесь такое прекрасное оружие Я прилетел в Альта Виста, чтобы встретиться с Томом Нэшем Он хочет продать 10 редких коллекционных линтовок и ружей Нам необходимо их заполучить В качестве мишени я установил здесь небольшой виноградник Как изобретатель? Можно я начну с Холланд и Холланд? Конечно, отличное оружие, чтобы начать Гравировка, потрясающий колорит, лондонская изысканность Готовы? Да Хотите испытать Крик Хофф? Да Он как танк Настоящая рабочая лошадка? Да Прекрасно Замечательно Что скажете? Великолепное оружие? Да Что если пальнем туда? Хорошо Мы не стреляли из этой Баретты? Да У меня Винчестер модель 21 Что ж? Пожалуй, попробуем Пли! Зачет, прекрасно Какова ваша цена, Том? За все это оружие и за то, что мы видели? В общем, за все Сколько? Сто тысяч Сто? Это многовато Я сделаю вот что Том, это серьезное предложение Здесь 60 тысяч наличными Большие деньги Это очень-очень хорошая цена за все это оружие Вот что я вам скажу Я даже не знаю 90 Да я никак не могу вам дать 90 Ну просто никак Вы думаете, что я поверю, что это все, на что вы способны? У него коллекция редких винтовок и оружий Я должен их купить У меня есть клиенты, которые захотят иметь такое оружие И я смогу получить славную прибыль Я знаю, что сделаю Итак, вы любите красивые вещи И... До приезда сюда я выяснил, что Том из Невады И захватил с собой пару кольтов Невада-территория В качестве сувенира Да, вот это уже разговор Отличный набор, стоит около пяти тысяч Бэтлборн? Бэтлборн, да Это оружие из Невады Таких наборов не больше двухсот по всему свету То, что он извлек их в разгаре переговоров Говорит о том, что он человек очень предусмотрительный Как насчет еще десяти тысяч плюс вот это И по рукам? Я не могу дать еще десять тысяч Ну, не могу Сколько вы можете? Так, Том, последний раз Я смогу сделать вам еще один сюрприз Это золотой шип В свое время Том занимался золотом Я захватил с собой золотой шип, зная, что он поймет ценность этой вещи Чистые золоты? Чистейшие Не по золоту? Конечно Да Да Это еще пять тысяч Шестьдесят тысяч долларов Это большие деньги Знаете, Рич Вы умеете торговаться По рукам Спасибо, Том Знаете, я не получил ста тысяч, на которые и рассчитывал Но я доволен этой сделкой Я получил деньги, золото, два кольта Отличная сделка для нас обоих Войдите Брайан, что стряслось? Помнишь этот Томпсон, над которым мы работали? Да Я решил сделать спусковой механизм немного иначе Хорошо, дальше Я хотел ускорить сам процесс взвода И заодно кое-что изменил в разъединителе Но Все пошло не так, как я планировал И когда мы проверяли работу спускового крючка Все перешло на полную автоматику Так, это не конец света Я рад, что ты что-то пробуешь, внедряешь Ты правильно мыслишь К несчастью, мы кое-что повредили Мало приятного, что Брайан перестарался и перевел его на автоматику Но меня радует, что он не пытался это скрыть Он принес оружие и все выложил Так что теперь мы все вместе исправим Нам ведь нужно вернуть эту вещь заказчику Нам нужно еще запчасти Хорошо Но в конечном счете меня больше всего беспокоит безопасность Я не мог бы жить с мыслью о том, что кто-то из них пострадал Я не мог бы спать Я хочу, чтобы вечером они шли домой и спокойно отдыхали Когда придут детали, снова соберите это оружие И убедитесь, что теперь все в порядке Наш клиент Генри хочет, чтобы его легкий 50-й калибр весил меньше 10 килограммов Для нас это засада Я покрываю легкий 50-й калибр трехцветным цифровым камуфляжем Это поможет Генри прятать свое оружие от жертвы Когда он будет краситься по лесу Теперь, когда 50-й калибр наконец-то покрашен Я могу установить ствол, соединить его с прикладом и поставить прицел Вот прицел, я знал, что после окраски все заиграет Прежде чем нахваливать себя, давай-ка все соберем Прицел сногсшибательный 12 на 52 Потрясающая штука Здорово Все это, конечно, хорошо, но главный тест – вес всего этого Суть в том, что легкий 50-й калибр должен весить меньше 10 килограммов Момент истины Ну-ка, смотрим Далее Вот, красиво Огонь Надо же Давайте Курт Оружие по-американски Оружие по-американски Момент истины Так Вот так Суть в том, что легкий 50-й калибр должен весить меньше 10 килограммов Если этого не произойдет, у нас могут быть проблемы заказчикам Думаю, килограммов девять Девять килограммов Думаю, я опять неплохо поработал, собрав для вас оружие Спасибо Да на здоровье Привет, Рич Как дела? Хорошо, Пейдж Как поживаете? Отлично, а вы? Хорошо Ну что, Генри, вы готовы? Еще бы Волнуйтесь Не могу ждать Я мечтал о 50-м калибре всю жизнь Сегодня для меня особый день Я взволнован Я знаю, что это будет потрясающая вещь Так, готовы? Готов Давайте посмотрим Посмотрим Что скажете? Красиво Да Да, красиво Я в жизни такого не видел Глядя на это ружье, могу сказать, что мои деньги потрачены с умом Я не могу дождаться, когда смогу пострелять Это не сравнится с сверхтяжелыми Точно, не сравнится Будь это типичный 50-й калибр, вы бы так не стояли Эта штука лежала бы на земле Да Углеволокно? Да, это Кристенсен Армс Все это очень трудно достать Приходится ждать чуть ли не год, а у нас Это еще не все Мы установили прицел 12 на 52 Прекрасно А также цифровой камуфляж Вы знали, что я буду ходить с этой штукой по лесу Больше всего мне нравится ствол из углеродного волокна Потому что с ним ружье такое легкое, что с ним вполне можно ходить по лесу Я мечтал о таком Я рад, что вы довольны Но приступим к главному Давайте постреляем Прекрасно Готовы? Постреляем Кладите сюда и зададим жару Прелесть Генри, в качестве мишени, чтобы показать вам мощь этой зверюги, я выбрал 4 аквариума Большинство людей не знают, что вода останавливает пулю Она плотная и поглощает энергию пули И мне не терпится увидеть, что сейчас будет Готовы? Пожалуй Что ж, стреляйте Огонь! Надо же! Умные люди говорят, что вода замедляет движение пули, но в данном случае ничуть не замедлила Бог мой! Насквозь! Я в восторге! Большое спасибо! Это больше, чем я ожидал! Спасибо, Генри, мы рады за вас Потрясающе! То, что для меня сделали такое ружье Стрельба по аквариумам, языки пламени Это воплощение всего того, о чем я мог только мечтать Буду охотиться с этим ружьем Готовы ехать? Да Тогда поехали Спасибо Я починил для вас эту штуку Так что можете делать то, что собирались делать На этот раз я буду предельно осторожен Ведь если повторится то, что было в прошлый раз, кто-нибудь может серьезно пострадать В принципе, мы будем делать такую же работу со спусковым крючком, но мы уберем немного меньше Это относится к разъединителю Мы переборщили в этой части стачели слишком много Мы перестарались Давайте все соединим Хорошо Готов? Да Давай Да Будем считать, что мы закончили Позовем Джона и проверим Хорошо Значит, вы установили спусковой механизм Да, все починили Все нормально Я знаю, почему в прошлый раз так получилось Но я должен быть до конца уверен, что сейчас все сделано безукоризненно И что теперь не будет проблем Точно, главное – безопасность Надеюсь, сейчас все правильно Проверим Хорошо Тест 45, поберегись! Если я и на этот раз что-то сделал не так, речь меня не пощадит Все должно пройти идеально Идеально Тест получился просто отменным Отличная работа Что я говорю? Да Курт? Порядок? Да Гарри закончил наш Титаны Уэрид Сивер Надо же, какая легкая штука Здорово, да? Теперь нужна гравировка Да Напишу «Хастлер» Думаю, это сойдет за прозвище Пойду Много работы Круто Титан оказался настолько твердым Что то, чем я режу нержавейку, просто сломается Поэтому мне нужны инструменты из карбида вольфрама Это один из самых твердых материалов на Земле Привет Вы готовы? Вроде бы Покажем ему эту штуку Когда мы передаем заказ клиенту, это всегда волнующий момент, но и очень напряженный Ведь нам предстоит узнать, понравится ли клиенту то, что мы сделали Немного волнуетесь? Не терпится увидеть Думаю, мы можем отдать ему это Прошу Теперь вам придется быть с этим осторожным Вы готовы? Да Держите Давайте Потрясающе Так сам механизм находится здесь? Да Мой Tommy Gun внутри футляра Это нечто Это был обычный футляр А теперь это стреляющий футляр Отпад Есть только один способ увидеть, насколько это потрясающе Перестать болтать и стрелять Да Вперед Прошу Берите Это как бы центр вращения Поэтому, когда вы будете готовы стрелять, вы должны держать футляр вот здесь Вот так? Да Просто поддерживайте, мы будем стрелять по этим бочкам с самогоном Готовы? Готов Давайте Ну, самогонщики, сейчас мы устроим музыку Мы сберегли глаза и уши, это было здорово Невероятно Изумительная вещь Поздравляю, мы рады, что у вас такая вещь, и что вы получили ее от нас Теперь вы знаете, как она стреляет Фантастика Это еще не все Прекрасно Вот, взгляните Здесь регулируемый приклад Чтобы стрелять, вы можете регулировать длину Мы укоротили ствол, сделали спусковой механизм легче И удобнее для стрельбы Сейчас он настоящее чудо И теперь у вас титановый ресивер Ни у кого такого больше нет Красивый и легкий Красивый и легкий Посмотрите Оцените Гангстерский Идеальный для хастлера Забавно было стрелять по бочкам Но тут самогона куда больше Я поставил бутлегерский грузовик, чтобы Джейсон сделал то, что делали Эллиот Несс и ФБР А именно, преследовал бы тех, кто развозил нелегальное спиртное Бойтесь, самогонщики Давайте Джейсон, попадите в бак с бензином Да, да Мы не промахнулись Можно жарить шашлык То, что я разнёс своим новым Томми Ганном грузовик бутлегеров, было просто потрясающе Рич сделал превосходное оружие Я в жизни не видел такого мощного взрыва Что скажете? Бесподобно Здорово Мы проучили самогонщиков Замечательно Поехали отсюда Погнали Фильм озвучен студией Виасай Москва Редактор субтитров А.Семкин